Серьезных финансовых вложений в следующем году требует Министерство здравоохранения Ульяновской области. Затраты на его нужды вырастут до почти 13 миллиардов рублей. Помимо фондов обязательного медицинского страхования, обеспечения льготников лекарствами, ремонта и строительства новых больниц и фельдшерско-акушерских пунктов в регионе, а последних в следующем году планируют построить еще три, деньги придется потратить на выплату кредиторской задолженности. Еще один острый вопрос на повестке – образование. Уже сейчас необходимо начинать подготовку к новому учебному году. Требуются средства на ремонт уже существующих школ и детских садов, а также на строительство новых. Помочь могут федеральные вложения. В правительстве Российской Федерации, в Министерстве образования Российской Федерации находится предложение от субъекта на строительство двух школ. Это рабочий поселок Молновка и рабочий поселок Старый Мэйн. Но мы пока от ответа не получили и думаем, что надеемся, что этот вопрос также будет решен в самое ближайшее время. Дефицит в социальной части бюджета Ульянской области – более 600 миллионов рублей. Несмотря на это, прекращать и сокращать действующие в регионе меры социальной поддержки не будут. На помощь гражданам в бюджете следующего года запланировано 15 миллиардов рублей. Депутаты уверены – справиться с недостатком средств – задача посильная. Где их взять? Источники. Ну, наверное, можно и дальше продолжать по министерствам. Источники – это оптимизация. Это не только сокращение закрытия, а именно оптимизация, улучшение работы, способности, структурное подразделение. И правильная расстановка приоритетов. При дефицитном бюджете придется переориентировать свободные средства на наиболее проблемные направления, а кое-где урезать финансирование. Такая система распределения называется «светофор». Хочу напомнить также, да, почему-то все думают, что ремонт мемориального центра осуществляется за счет федеральных денег. Но, коллеги, если мы поглядим на проект бюджета, 250 миллионов ежегодно региональных денег. По итогам заседания комитета соглашение достигнуть удалось. Законопроект об областном бюджете поддержали большинством голосов.